Омск не лесоповал. И раньше в Омске росли деревья, а теперь растут цены. С такими лозунгами пришли на митинг городской администрации активисты. А мечи требуют остановить вырубку деревьев по всему городу. Омские общественники негодуют. Под угрозой вырубки оказались главные Омские парки. Парк Победы, Зелёный остров. Центральные парки меняют 30-летие Волк-СМ. Забыли спросить у общественников и снесли деревья на улице Ленина, на Красном пути, на Масленниково и на Богдана Хмельницкого. Я неравнодушен к будущему городу. Мне хочется, чтобы здесь можно было нормально дышать, чтобы дети мои тоже жили здесь и нормально дышали. Чтобы было комфортно, удобно и, главное, экологично. Нас беспокоит будущее города Омска. В частности, беспокоит его зелёная составляющая. Деревья, парки, скверы. И мы обеспокоены этой массовой вырубкой, что происходит сейчас в городе. Нашим детям здесь жить, оставаться здесь жить. Не хотелось бы, чтобы город был таким, каким он сейчас превращается. Я остаюсь здесь, против того, чтобы мэр вырубал все деревья, потому что, если мэр вырубит все эти деревья, то мы не сможем дышать. Между тем, Омск – степной город, и ему жизненно необходим зелёный щит. А экологическая ситуация с каждым годом становится всё более опасной. В мегаполисе всё чаще стали появляться пыльные бури. Это явление напрямую связано с тотальной вырубкой деревьев на центральных улицах города. У них очень своеобразный взгляд на озеленение города Омска. То есть они хотят сделать красивую обёрточку, чтобы стояли ровненькие деревца, всё по циркулю было, всё по линеечкам. Но надо понимать, что город Омск – это всё-таки не парк, это достаточно серьёзный, с экологической точки зрения проблемный город. И здесь деревья, как бы мы ни хотели, главная функция – это не красота, она вторична, а главное – это обеспечение той самой экологической защиты. По словам экспертов, в городе не проходят ревизии зелёных насаждений. Вырубка идёт бесконтрольно. Не описывается состояние деревьев, не проводятся обследования, отсутствует паспорт территории. В первую очередь необходимо было дать команду всем управлениям по благоустройству округов, работать в тесном контакте со старшими по домам и в первую очередь снести аварийные деревья. Потом приступить уже и к переросшим деревьям, и к стихийным посадкам. Какой бы мы сквер не засаживали, какую бы улицу мы не облагораживали, это должно делаться только на основании проекта ландшафтного дизайна. Глобальное озеленение города с предварительной вырубкой старых деревьев в Омске проходит с прошлого года. Участники митинга считают, что для высадки новых деревьев необязательно вырубать старые. У специалистов в мэрии другая точка зрения. Срубленные насаждения аварийны и не выполняют свою экологическую функцию, а на их месте появятся новые крупномеры. Наводим порядок в направлении компенсионного озеленения. То есть не прутики высаживать, не прутики, а садить нормальные крупномерные деревья. Крупномерное дерево считается двухметровое и высшее. И дерево с комом. Это обязательное у нас условие. На прощание активисты пообещали вернуть Омску славу города Сада. В ближайшее время они проведут новые акции, чтобы привлечь еще большее внимание к этому вопросу. Продолжение следует...